я всех приветствую на своем канале сегодня я с вами буду готовить британский рыбный пирог по-английски он называется fish pie или fish man's pie что в переводе означает рыбный пирог либо пирог рыбака для его приготовления нам понадобятся очень простые продукты рыба мука молоко соль немного перца картофель и масло каждый делает этот пирог по-своему очень многие люди добавляют креветки еще но вот сейчас я смотрю на креветки и решила что я наверное заменю их еще одним пакетиком вот такой рыбки и креветки не буду использовать меня как раз есть два пакета этой рыбки я думал один пакет заморозить а сейчас передумала это специальная рыбка которая продается во всех супермаркетах и она приготовлена для того чтобы вы использовали своем рыбном пироге здесь три вида рыбы у меня сегодня треска копченая пикша и лосось обратите внимание одна рыба копченая это правило этого пирога одна из вашей рыбы должна быть копченой неважно какая сейчас вот у меня копченая пикша иногда бывает лосось копченый пока мы с вами говорили я отварила картофель и сейчас делаю пюре ну пире все знают как делать делайте как хотите неважно вот у меня пюре уже сделано и сейчас мы примемся за рыбку расскажу что нужно делать с рыбкой давайте приступим к рыбке рыбку нужно отварить в молоке 3-4 минуты можете смешать молоко с водичкой если хотите но лучше только в молоке и потом использовать это молоко для того чтобы приготовить соус моему мужу не очень нравится сильный рыбный соус поэтому я предпочитаю вот слить первую вот эту вот жидкость и для соуса использовать новое молоко но это из-за того что мой муж именно вот так вот любит он тогда ест этот пирог англичанин но видите рыбные пироги не все англичане любят в том вот приготовлении в оригинальном ему нравится мой пирог больше чем оригинальный поэтому я так делаю три с половиной минуты пролетели быстро у меня вся рыбка уже готова я распределяю в две формы у меня формы из парокса это боросиликатное стекло очень удобно кстати готовить этот пирог в таких формах не спешите мыть вот эту кастрюльку или сковородку в которой вы отваривали рыбу потому что рыбный соус мы будем готовить именно в ней я вот сейчас добавляю кусочек масла и наверное добавлю немного больше и на это количество масла два таких кусочка мне надо четыре ложки муки и мне хватит этого чтобы распределить в две формы для запекания своего рыбного пирога тут вот четыре столовые ложки муки сейчас нужно на маленьком огонечке помешивая совсем немножко наверное минуту не больше просто чтобы она превратилась такие желтые комочки вся вот эта смесь масла и мука помешиваем и через минуту я буду добавлять сюда молоко вообще правильнее добавлять вот ту жидкость которой вы отваривали рыбу но как я сказала у меня муж не любит когда соус сделан из этого бульона поэтому я использую молоко прелесть этого пирога в том что его можно готовить по-разному можно использовать бульон можно молоко можно добавлять сюда овощи и сейчас надо это все размешать и вы увидите как этот соус будет загустевать вот он сейчас загустевает нужно помешивать постоянно можно посолить его можно картофель посолить было это как хотите с солью можно рыбку посолить соль по вкусу сколько хотите столько добавляйте ведь какой густой становится соус когда ваш соус загустел и стал вот таким вот напоминающим тесто для блинов добавляем сыр я использую чеддер чеддер это сыр который должен использоваться в английских британских пирогах если у вас его нету замените чем-то напоминающим сыр чеддер по своим вкусовым качествам он к этому рецепту ну лучше не придумаешь поэтому если у вас есть чеддер рекомендую именно его использовать для этого соуса и сейчас я этим соусом залью свою рыбку распределяю равномерно сейчас я натираю перчик и я немного поперчу сверху прямо о не получилось конечно распределить его как хотелось бы но ничего я сейчас эту ошибку исправлю ну вот наступил момент когда мы покрываем свой пирог или точнее два пирога пюре я стараюсь равномерно распределить между двумя формами и потом пюре сверху разглажу еще в рыбные пироги под пюре добавляют овощи либо отваренный горошек либо брокколи можно еще добавлять допустим цветную капусту такие варианты я тоже видела но я буду овощи подавать отдельно поэтому я в пирог овощи не добавляю я этот рецепт увидела на ютюбе одна шотландская женщина готовит этот пирог и она получила какую-то даже награду на каком-то конкурсе я вот стала готовить по ее рецепту она всегда берет вилку и проводит в разных направлениях перед тем как посыпать сыром и говорит что она просто красивее смотрится я не пробовала без скребывания но наверное красивее верим ей делаем так как она делала и посыпаем наш пирог сыром стараемся покрыть всю поверхность чтобы не было пробелов опять же чеддер используется для этого я даже не знаю каким сыром можно заменить чеддер постарайтесь почитать описание сыров я уверена можно найти что-то похожее на чеддер сейчас можно поставить наши пироги в духовку на минут 20-25 зависимости от духовки можете сами решать потому что рыба приготовиться очень быстро она уже немножечко отварена так вкусно пахнет жаль что камера это не передаст хочется попробовать но очень горячо пока пирог стынет я отварю горошек это очень распространенный аккомпанемент для вашего пирога спасибо вам за просмотр и пока пока